Друзья, всем привет! Начинаем новый влог. Я хочу, чтобы это видео было с точки зрения не туриста, а именно уже жителя острова. Я постараюсь погрузить вас в свою балийскую рутину, покажу, чем тут занимаются вообще люди, которые переезжают, сколько в среднем вам придется тратить. Ну и, конечно же, просто постараюсь передать прекрасную атмосферу балийской жизни. Приятного просмотра! Первый раз в жизни я пошла на мастер-класс по серебру со своей подругой и сейчас расскажу, как это было. Очень шумная и запрещенная музыка играла на заднем фоне, так что пришлось убрать звук. Кружок умелые ручки занял у нас где-то 2 часа. В течение этого времени мы надышались знатным бензином, который был нужен для того, чтобы нагревать, а в последующем снова охлаждать серебро, чтобы оно поддавалось какой-то вообще структуре. Тут маленькие такие буковки, и мне нужно вдолбить их так, чтобы вышло красиво снова. Я выбрала максимально простой вариант, колечко с волной, но чтобы сделать эту волну, пришлось изрядно так постараться. У моей подруги была еще более сложная конструкция. В общем, мы прилично попотели и поняли, что это такая разовая акция. Но все это можно описать гораздо короче. Доброе утро! Сегодня по планам Pilates. Сейчас быстренько сейчас пью коллаген. Он у меня уже заканчивается, но в холодильнике лежит вторая пачка. Очень многие у меня рекомендуют его. Не знаю, напишите, какой коллаген пьете вы, потому что если есть что-то получше этого, я бы с радостью перешла. Мы закончили, но в какой-то момент на классе мне просто казалось, что у меня может свести мышцу, и поможет только иголка. Но, конечно, эти занятия по Pilates – это что-то супер нереальное. Я, кстати, тут не одна. Мы по классике приехали на завтрак. Сегодня мне нужно успеть смонтировать несколько видео. Очень интересный формат я сейчас придумала. Конечно, все размещаю в шортс, так что сегодня будет такой плюс-минус рабочий день. И у меня супер все забивается после этого Pilates. Это что-то вообще невероятное. Платформеры. Плюс вчера была конюшня. Короче, нужно срочно сходить на массаж. Зеленые яйца. Ну, попробуем. Обычно я беру какой-нибудь авокадо вкусный, либо классический завтрак английский. Мне нужно съездить. Сегодня успеть обязательно до трех часов в консульство Японии. Взяли билеты в Японию. Мы все забронировали, уже невозвратные билеты, сделали визу. И по итогу у нас не... Просто мимо проходила, забрали. И у нас не получилось, к сожалению, по семейным обстоятельствам съездить. Поэтому мне нужно приехать и просто узнать, сильно это страшно, не сильно. И что вообще нужно делать. Белочка. Друзья, хорошие новости. Ничего страшного, если при получении визы в Японии вы ее не прокатываете. Это не влияет на вашу последующую визовую историю. Тапочки. Конечно, было очень обидно за сгоревшие 1200 баксов на билеты. Но зато визы я делала самостоятельно, поэтому ничего не потратила. И нам здесь одобряют визы только при виде на жительство. Без него, к сожалению, визу в Японию вам не одобрят. Вся моя жизнь, я заметила, сейчас крутится вокруг изучения языков. Индонезийский, английский. Вокруг конного спорта, постоянного зала, танцев, тенниса. И, в принципе, чего-то такого максимально энергичного. Сейчас мы с вами едем готовиться к занятию по индонезийскому. Я поеду в Старбакс просто потому, что никто в Старбаксе не заходит попить кофе. Там вот такая, знаете, учебно-рабочая атмосфера, которая действительно помогает настраиваться на такой вот стабильный, сосредоточенный лад. Потому что дома я постоянно на что-то отвлекаюсь. Аутфит. И еще поедем сегодня, сделаем с вами брови. Я занимаюсь индонезийским уже четвертый месяц. По два раза в неделю с репетитором. И ежедневно практикую его в салонах, ресторанах, с помощницей по дому. И индонезы, они прям лапульки. Они всегда говорят, ой, я вас так уважаю за то, что вы начали учить мой родной язык. Всегда к вам больше внимания в заведениях. В общем, я прям в диком восторге. И могу сказать, что язык не сложный, но он очень упрощает жизнь в Индонезии. Сая хорош будет вакту, унтук латихат, калалу геак, саял, бакалан, лупа, симония. Боже, наконец-таки этот кошмар закончился. Это было просто ужасно. Во-первых, у меня неплохая форма, окей, но я пришла, я записалась на коррекцию воском и пинцетом. Мастер говорит, ой, а воска-то у нас и нет, он мне не пришел. Давай пинцетом. Я говорю, ну это не имеет особого смысла, потому что вот эти вот маленькие пушковые волосы, их надо убирать исключительно воском, пинцетом не справится. Ладно, сейчас попробуем. В итоге она остатки какие-то воска попыталась нагреть. Ни хрена у нас не вышла. Щипала мне минут 30, ужасно все это было больно, ковыряла эти брови. Ну вот, держи тебе за твое геройство щеточку в подарок. Сделали мне скидку в 30%, но я бы заплатила вдвое больше. Я заплатила 250 тысяч, а эта услуга стоит 350 тысяч рублей. Я бы в два раза больше заплатила, чтобы этого опыта не было вообще. И на ресепшене девушка, давайте я вас сразу через три недельки запишу. Да, спасибо. Я бежала и не оборачивалась. Я недовольна. Я говорю, этому салону нет. Прикрепляй его название. Будьте на Бали, не ходите туда. Друзья, это прекрасно. Утро, мы с вами начинаем с конечной. Моя обувь уже стоит. Саламат Ваги. Були Минта Айрпучи. А вот моя девочка. Були Минта Айрпучи. Ира, красоточка. Надеюсь, не хватит у меня на заборах. Я бы тебе чмокнула. Покажу ее, ты еще неинтересно. Торопимся с вами сейчас на массаж в очень красивую студию. Покажу вам по возможности, потому что я уже опаздываю. И сегодня я взяла байк Артема. Немножечко будем поярче на дорогах. Вот такой вот красавчик. Так, ехала до Ченгу. Это было непросто. В Ченгу пробки. Если вы будете первый раз на Бали, Ченгу классный район для каких-то тусовок, баров, фрилансов. Но, конечно, отсюда выезжать и каждый раз выезжать – сомнительная затея. Тут постоянно пробки. Красивый такой салон приехала. Маша, я здесь буду впервые. Боже, это было просто потрясающе. Друзья, чувствуешь себя человеком. Это не лицом падать в грунт. Я почему выбрала себе такую прекрасную терапию, но сегодня решила себя побаловать. У меня была тренировка в очередной раз на конюшне, и лошадь поткнулась. Я за нее очень переживала и боялась, что она просто сломает себе шею. Доброе утро, друзья. У нас сегодня с вами по планам английский, и потом едем танцевать. Сегодня снимаем видео для класса моей подруги. Я закончила заниматься художественной гимнастикой в 12 лет. Сразу же потом пошла на танцы. И лет до 20 я занималась в команде. В двух командах танцевала довольно-таки активно. И потом уже с таким перерывом, знаете, похаживала просто на какие-то классы, мастер-классы. И до сих пор вот плюс-минус держу себя в форме и просто делаю, когда это интересно, когда что-то прикольное. Потому что когда ты достигаешь уже определенного мастерства в какой-то сфере, ты либо преподаешь, становишься именно профессионалом, который с этого зарабатывает. Я прошла уже эту ступень. Либо уже потом просто по кайфу занимаешься для себя там раз в месяцок, может. Ну вот, сегодня именно такой случай. Кстати, влог, где я рассказывала про наше танцевальное шоу здесь, на Бали. Я прошла кастинг, и у нас было довольно-таки такое крупное мероприятие на все Бали. В общем, можете посмотреть. Я там постаралась подснять такое за кулисье. Было очень интересно. Я рада, что случился такой опыт, потому что это был, знаете, такой полугодовой интенсив, когда ты общаешься с интересными людьми, которые также любят танцы, как и ты, на разных вообще языках, с разных стран, разных культур. Как попасть, мне кажется, в какую-то, знаете, по обмену школу отправляют в Англию, в Германию. Там разные практики были, пока я, помню, в школе училась. Это было очень интересно. Так что прикрепляю влог, обязательно посмотрите. Зарплата на Бали для офисных работников составляет от 200 до 300 долларов. И, как вы могли заметить, эта зарплата не то чтобы позволяет комфортно жить в нынешних реалиях, так как цены на Бали уже давно приблизились к московским. Так, приехала на студию, сейчас по расписанию у нас танцулечки. Постараюсь подснять процесс. Как вам кофточка, кстати, зацените. Все, покупаю на местном, что-то типа вайлдбересе здесь есть на Бали, называется шоппини. В смысле, а что с тобой такое? Что? Далее мы решали, что же нам всем вместе делать. И пришли к выводу, что лучше того, чтобы собраться на бранч, решение быть не может. Танцевальная программа не состоялась сегодня. Слава богу, Саллы, все хорошо. А этот черт вообще местный, который ее сбил, он жестко подрезал. Аля защемила ногу между ее байком и машиной. То есть машина резко решила повернуть. Вообще без поворотника и жестко ее придавило. Поэтому она делалась просто... Ну, там предприличная, я надеюсь, не трещина, пока снимка не делала. Я приехала тем временем в Alive Whole Foods на небольшой grocery shopping. Сейчас покажу вам такую концепцию магазина. Видите, здесь всякие БАДы. Healthy Eco Bio продукты. На развес всякие орешки макадамии. Заморозка разная. Eco Bio Healthy продукты. Я просто обожаю тренировки с собственным весом и с легким дополнением резины. Или совсем небольшого груза. И так как я 8 лет преподавала фитнес, растяжку и танцы, я создала свой авторский курс, который поможет вам сделать красивую осанку, крепить спину, избавить вас от болей. Вы сможете сесть на шпагат, а также научитесь в домашних условиях самостоятельно делать как зарядку, так и растяжку. Тренировки пройдут как начинающим, так и более опытным ученикам. Я подробно объясняю принципы всех упражнений и даю альтернативу. Доступные тренировки по 20-30 минут помогут выработать вам привычку к фитнесу, а также сделать свое тело более здоровым, гибким и подтянутым. Чтобы приобрести курс и узнать подробности, переходите по ссылке в описании к этому видео и оставайтесь всегда здоровыми, красивыми и подтянутыми. Ай-яй-яй-яй, кто здесь? Кто здесь такой красивый? Друзья, едем сейчас с вами на очень красивый пляж, популярный Клифф. Вот такой вот у нас тут балийский контент. Привет, девчонки. Мадинокий серфер пробирается. СПФ просто обязательный. Вот такой вот у меня сейчас. Это, по-моему, японский. Да, японский. Представляете, что я вспомнила? На этом пляже была моя первая балийская съемка. Я прикреплю, в общем, что у нас получилось. Вот там вот фотографировались. Мы снимали очень красивый контент на закате. Саламат-Янг. Какая приятная атмосфера. Это просто акцеломатиян. Доброе утро. У нас сегодня какой-то супер дождливый денек. Сейчас поедем на вокал. Какая приятная атмосфера. Хотелось очень сегодня выглядеть стильно, но в весь день я проездила в дождевике, поэтому у меня был особый соблазн что-нибудь себе прикупить. Улов небольшой, но все же поделюсь. Я купила все-таки платье потрясающее. Мне нравятся вот такие в обтяжку платья. Они очень так подчеркивают фигуру. Купила себе вот такие вот замечательные. Я не знаю, господи, раньше это были сандалии, и они были очень какие-нибудь лоховскими. Я долго думала, мерила, и на удивление они очень удобные. Покупала в Колумбире, но они во всех сейчас масс-маркетах. Взяла парфюм. Парфюм я взяла в Заре. Мне нравится Зар за большой такой выбор. И то, что это довольно-таки легкие парфюмы, они так быстренько выветриваются, мне это очень даже устраивает. Вот такой вот улов. Друзья, всем приветики. Очередное утро, очередной завтрак. Приехала я на завтрак в новое место. Хочу попробовать. Это на Перелинане. Я вам настоятельно рекомендую этот райончик. Он один, наверное, из моих любимых относительно просто приятных мест каких-то. Кстати, здесь была конюшная. Здесь впервые вообще, помню, взяла какую-то прогулку. Далее они переехали. В общем, не суть. Сегодня с вами снова учимся. Я взяла тетрадочку, я взяла планшет. Снова мотивационный будет такой влог. И вот такое вот местечко. Красивое, атмосферное. Раньше мне было сложно стабильно заниматься либо английским, либо, может, каким-то другим хобби, но сейчас я выработала исключительно для себя комфортное расписание, при условии которого я не перегораю и при этом не остаюсь в какой-то стагнации. Потому что раньше я могла, наверное, каждый день что-либо делать. Потом, конечно, у меня началась какая-то апатия, отсутствие сил. Но сейчас, когда у меня нет мотивации, я просто отвечаю на вопрос, зачем мне это нужно. Я, как дурочка, просто ездила здесь вокруг этих улиц и искала салон. Я не могла понять, куда они вообще исчезли. Я не была, наверное, месяца три на стрижке. Они за эти три месяца успели переехать в абсолютно прекраснейшее здание и снести то, что напротив. Все, что вам нужно знать о балийской реконструкции. Как я уже говорила, ранее они за три-четыре месяца просто возводят дома. Это, знаете, какие-то рекордсмены инженерного характера. Я тем временем приехала обновить образ, подучила предварительно на нашем занятии по индонезийскому несколько слов. Кстати, по поводу сервиса. Здесь уже давно все заапгрейдилось. Уже давно русские мастера обучили весь остров. Здесь с этим уже давно нет проблем. Вот такая вот я обновленная. Как вам моя стрижка? Мне очень нравится. Я еще вышла, такое солнце классное. Боже, вообще день удался. Классно позаниматься индонезийским. Вкусно позавтракать, смонтировать ролик, сделать новую стрижку. И наслаждаться погодой. Это такой залог хорошего дня. Я довольна. Пишите, как вам. Еще я купила вот такое молочко от Davines. У меня до этого была продукция Davines. Мне она вообще не понравилась. Были какие-то шампуни для объема. Мне кажется, они были бесполезными. Взяла на пробу. Такую вот красоту для укладки. Позже скажу. Какая я довольная приехала домой. У нас тут цветок купается. Он просто все упал. Я вовремя не купила. Вот такое вот нужно было взять, потому что эти пальмы начали очень расти быстро. И я их не успела пересадить. И теперь вот они тут так прикольно купаются в воде. Друзья, спасибо за просмотр этого влога. И увидимся уже с вами в новом выпуске в новой стране. Пока-пока.